Мы приехали в Сиу Коллекшн в Бельдибе. Отель недавно открылся. И приехали, конечно же, его проинспектировать, пожить, посмотреть, как наши туристы будут здесь проживать, так как у нас уже есть бронирование в этот отель на лето. Сегодня у нас 21 мая. Погода теплая, уже все купаются, отдыхают, загорают. Лобби. Отель полностью после реновации. До отеля на индивидуальном трансфере ехать около часа, если у вас групповой трансфер, займет около двух часов. Ресепшн. Свежий холл красивый. Единственное, что низковат немножко потолок, но в принципе нормально. Отель работает по концепции ультра, все включено, то есть импортный алкоголь. Здесь можно взять машину на прокат. Встреча здесь с туроператорами проходит. Или вот здесь, вот компания Фан Сан. Здесь будет информация о вашем выезде, встреча с гидом. Ну, не обязательно Фан Сан, это может быть и другой оператор. Просто, если у вас назначена встреча, она у вас будет в лобби. Есть лобби-бар. Кофе-машина. Здесь гестролейшн. По любым вопросам можете обратиться, когда вы уже проживаете в отеле. Здесь. Открытая площадка на воздухе. Все под деревьями. В принципе, очень комфортно. И вы спускаетесь уже на саму территорию. Вся территория сделана из вот таких двухэтажных бунгало. Один есть корпус. Релакс. Зона ближе к морю. Он трехэтажный. А так, вся территория. Это бунгало. Состоит она из блоков разных. На единственный момент, вам посоветую, когда вы приедете. Так как я снимаю уже не в день приезда. А уже мы несколько дней здесь находимся. И мы, когда заселились, было много людей на заселение. Ну и мы решили просто оставить чемоданы и пойти, когда нам дали номер, пойти пешком. Ну, конечно, мы тут ходили долго, кружили. Не знали, где наш блок. У нас блок... Ну, номер на 4033. Он находится ближе к морю. Это двухкомнатный номер. Это семейные больше номера. Двухкомнатные, например, на 2 плюс 2 или 2 плюс 3. Так как там три дивана. Хотя мы думали, мы будем жить в стандарте. Но нам вот сделали такой апгрейд на семейный номер. И поэтому вам лучше, когда вы заезжаете, вам лучше сесть на баги. Вас отвезут к вашему номеру. Соответственно, вместе с вашими чемоданами. Территория очень приятная. Смотрите, как красиво. Везде спокойно. То есть здесь нет основного какого-то большого здания. То есть зона лобби это не основной корпус. То есть все здесь корпуса это вот вся территория. И вся эта территория уходит ближе к пляжу. То есть все мероприятия, все тусовки, все рестораны. Они находятся уже в зоне пляжа. Вот такие друзья здесь ходят, которые кричат ночами нам. Чайки. Чайки здесь, кстати, такие крупные. Посмотрите, вот она идет. Крикунья ночная. Вот все корпуса. Очень удобно для мам с детьми, с колясками. То есть здесь везде нет никаких спусков, нет никаких подъемов. Такие дорожки везде и можно гулять вечером. Как раз наш блок 40. И уже буквально проходите прямо и оказываетесь в зоне бассейнов, пляжей, фудкорта. Ужин. Кальмары вижу из морепродуктов. Закуски. Салаты. Соленье. Суши. Рыба. Прям целый стол суши. И рыба запеченная. Сладости. Тоже прям подробно не буду. Восточные сладости, турецкие, фрукты, клубника, сливы, бананы, мороженое 5 видах, даже 6. Еще немножко десертов. Наш номер. Тапочки. Про халаты узнаю. По запросу они или... Халатов нет. Сейф. Душ, туалет. Приспособление. Различный фен. Зона гостиной. Два дивана. У нас фэмили, наверное, номер. Бронировали стандартно. Сделали апгрейд на фэмили. Наши чемоданы. Сейчас балкон. Только ждут, конечно, на территории. Можно заблудиться. Мы пока нашли свой номер. Чуть ли не по второму кругу уже тут все проходили. Сетка есть от комаров. Сейчас. Не знаю, мини-бар это или нет, но потом покажу. Большая кровать. Еще один диван. Вода. А, мини-бар, наверное, здесь чайник. Чай, кофе. Мини-бар, вода, пиво, сода, фанта, спрайт, кола, кола, зиро и два сока. Ложечка вот лежит. Балкон. Балкон. Балкон во всех номерах. И вот такой вид из нашего балкона. Ну, тут везде балконы. Получается, вид на соседний корпус. Основной ресторан работает на завтрак, обед и ужин. Зона с раздачей еды в кондиционированном помещении и есть также на улице. На завтрак сыры, колбасы, оливки, на завтрак суши, рыба. Красная тоже есть. Ну, не знаю, копченая или малосольная. Сейчас попробуем. Хлопья. Варенье джема. Лук, баклава. Печенье. Соты. Здесь свежевыжатые соки смузи. Ну, не соки смузи. Здесь. Крупты. Овощи, крупты. На улице тоже сейчас покажу. Достаточно большой внутри зал, где можно посидеть. Мы сели на улицу, но сегодня не так жарко, по крайней мере, сейчас. Но днем будет точно до 35-ти. И на улице тут гриль. Жарят, парят. Картошка. Яйца. Сырные палочки. Тут можно омлет делать. Вафли. В лаваше. Что-то там с сыром или с зеленью. Тут тосты можно сделать. Выпечка. Маленькие какие-то художки. Булочки. Здесь овощи на гриле. Пиде. Здесь бар. Гречневая каша. Сосиски. Лишница. Но уже завтрак заканчивается, поэтому они не докладывают. А так, если что-то заканчивается, конечно, сразу приносят добавки. Здесь мясо, грибное сате и макароны. И уличная веранда. Здесь свежевыжатый сок. Кофе из кофемашины. Я сегодня, к сожалению, не ем. Вчера я перегрелась на солнце. У меня плохо. Хотя, вроде бы, не очень было и жарко, но целый день ходили. И я забыла кепку. Соответственно, перегрелась. Мне было плохо. Поэтому всегда берите с собой головные уборы, солнцезащитные крема. Потому что солнце активное в течение дня. Не только даже утром, но и в обед, и вечером. Не только, вернее, в обед, но и утром, и вечером. Поэтому очень внимательно. И здесь вид на море. Ну, сейчас выйдем в пляж. В принципе, ассортимент достаточно неплохой. Когда они открылись, конечно, много было жалоб. Но жалобы какие были. Понятно, что отель только-только открылся. Еще мало брони было. Сюда мало гостей. И, соответственно, они готовили на определенное количество гостей. Но когда уже стало больше и больше, уже ассортимент больше. И сервис лучше. Территория пляжа. Есть пирс. На нем платные кабаны. Ну, вот по стоимости я уточню, потом скажу. Пляж. Есть три зоны пляжа. Одна зона, получается, слева-справа. Вот места есть для гостей с ограниченными возможностями. И есть зона пляжа на траве и на насыпном песке. Это как вторая линия от моря. Сейчас я пройду, покажу. Ну, если не прямо около моря. Около моря три ряда лежаков. А здесь, конечно, уже намного больше. Ну, в принципе, тут вот пройти буквально 10 метров. И вы на пляже. Тенты везде. А уже на самом пляже зонты. Сегодня 21 мая. Погода очень теплая. 35 градусов на данный момент. С утра было 28. Сейчас уже 35. Поэтому жарко. Есть еще один пирс. На пирсе стоят лежаки. Можно, в принципе, занимать. И тоже есть спуски. Они его в пятницу должны были отправить. Смотри его. Еще один, как понтон, сделан. Тоже пирс. Тут, по идее, три пирса даже. Два. Один платный, где полностью кабаны. И два, где стоят лежаки. И спуск к морю. Здесь бар. Ну, что касаемо сервиса, сейчас скажу. Пока, конечно, они еще не раскачались. Видимо, только набрали персонал. Может быть, они его меняют. То есть, на завтрак, допустим, к нам вообще не подошли. Но они сейчас что сделали? Они сделали... Поставили просто на стол, на отдельной стойку соки, прохладительные напитки, чай, кофе отдельно. Также свежевыжатый сок. То есть, чтобы гости себе сами брали и долго не ожидали. А так здесь есть вот бар. Помимо... Ну, вот на пляже. Еще один, как понтон, сделан. Тоже пирс. Тут, по идее, три пирса даже. Два. Один платный, где полностью кабаны. И два, где стоят лежаки. И спуск к морю. Здесь бар. Ну, что касаемо сервиса, сейчас скажу. Пока, конечно, они еще не раскачались. Видимо, только набрали персонал. Может быть, они его меняют. То есть, на завтрак, допустим, к нам вообще не подошли. Но они сейчас что сделали? Они сделали... Поставили просто на стол, на отдельной стойку соки, прохладительные напитки, чай, кофе отдельно. Также свежевыжатый сок. То есть, чтобы гости себе сами брали и долго не ожидали. Стейк-хаус. Он находится рядом с пляжем. И здесь бар. Ну, опять же, на пляже обслуживания нет. То есть, вам нужно будет идти в бар и брать прохладительные напитки. Ну, если вы, конечно, приедете, может быть, в середине лета, может, что-то поменяется. Ну, на данный момент, вот, конец мая, ситуация такая, что все гости идут, сами себе заказывают, берут. То есть, я не видела здесь обслуживающий персонал не на пляже. Говорят, что они что-то меняют, улучшают. Алкоголь есть импортный, есть местный, чай, кофе, различные коктейли. Здесь проходит анимация, вечерние программы. Каждый день играет на бассейне диджей в течение дня. И вечером проходят анимационные программы ежедневно. Отель очень активный, молодежный. То есть, здесь и артисты выступают. Вот, недавно выступала Арбенина. То есть, концертную программу можно будет запрашивать, и мы будем присылать. Можно бронировать под концерты. Бассейн. Ну, в течение дня играет музыка. Лежаки прямо в воде. Очень удобно позагорать. Фудкорт. Работает, скорее всего, в обеденные часы. Вот по времени, когда работает фудкорт. Наверное, с 12 или с 12.30. Потом попозже приду, посмотрю, что здесь. Вот основной ресторан, если прямо пройти. Из основного ресторана, если спуститься вниз, можно выйти к пляжу. Сейчас посмотрим, что здесь. Что-то. Итальянский ресторан а-ля карт. А-ля карты по предварительной записи. И работают в вечернее время. Сам пляж, заход. Заход достаточно плавный. И мелкая галька с песком. Но при входе есть камни и побольше. Поэтому, ну, желательно, конечно, если для детей, то тапочки. Ну, и взрослым можно тапочки, если вы любите наступать на камни и не чувствовать их. Поэтому, желательно, конечно, тапочки. Я всегда без тапочек. Но иногда попадаются такие камни, что очень сложно выходить. Поэтому, ну, вот, если вот такие камни присутствуют, значит, такие камни могут попадаться и в воде. Поэтому берите с собой лучше тапочки. Сейчас покажу с пирса. Видно, какие камни. Но там камни прям приличные. Ну, я, допустим, вот проплыла и просто зашла с пирса. Обратно уже не выходила. Потому что камни тут большеватые. И я без тапочек, конечно, это было бы больно. Вот, обратите внимание, какие. То есть галька при заходе мелкая, там уже дальше крупная. Пирс здесь душевая прям на пирсе. И когда вы выходите по лестнице, там прям висит шланг. Можно также обмыть морскую воду и уже пойти загорать дальше. Ну, Кемер, конечно, красивый. Посмотрите, какие виды. Какой цвет воды. Рыб. Рыбки, вот они. В Кемере, кстати, попадаются и кусючие рыбы. Не всегда, но... Бывает так, что рыбки покусывают. Вода какая красивая. Что касаемо напитков. Напитки импортные есть, но их нужно прям... Ну, не то, что просить, но говорить, что нужно именно импорт. И смотреть, откуда они наливают. Потому что наливают они в основном местный. Бутылочное пиво тоже есть, но они наливают также в стакан. Не дают бутылку. То есть нужно просить также, что вам нужно именно бутылочное. Потому что они сначала говорят нет, нету. А потом, все-таки, когда настаиваешь, они приносят. Поэтому вот момент такой. То есть если вы хотите именно импортные алкогольные напитки и бутылочное пиво, то вот прям нужно об этом говорить. Волейбольная площадка прям на пляже. И с правой стороны пляжа можно пройти на пирс платный с кабанами. Сейчас я хочу туда зайти, показать кабаны, пока там никого нет. Бар с другой стороны пляжа. Здесь площадка, где проводятся дискотеки. Вечерний шоу. Шоу проводится в амфитеатре. Здесь проходит вечерняя дискотека. Здесь снэк-бар на пляже. Тоже зайду попозже, чуть-чуть покажу. Кальяны. И уже проход на пирс. На пирсе, где платные кабаны, тоже есть бар. Здесь зона, где можно посидеть. Посидеть, попить коктейли, посмотреть на море. И вот сами кабаны. Есть кабаны без спуска в воду. Это вторая линия. И на первой линии кабаны. Кабаны два лежака, полотенце, сетка такая над водой. Ну, прикольно, кстати. И сама кабана тут диван, мини-бар. Ну, соответственно, обслуживание тоже входит в сервис в эту кабану. Все кабаны, что на первой линии, они все с сетками. Все, что на второй, у них нет спуска в воду. Ну, просто у вас вот отдельная кабинка с мягкими шезлонгами. Цвет воды, конечно, не передает камера, но вода здесь очень чистая. За счет того, что, конечно, нет песка вот такого мелкого, как в Белеке. В Белеке тоже чистая вода. Просто из-за того, что песок, немножко волна, и кажется, что вода мутная. Но на самом деле везде вода. Ну, любителям Кемера они говорят, нет, Вика, в Кемере вода чище. Ну, может быть, тут лагуны красивые. Вода тут прям лазурная. По стоимости кабан я уточню, потом скажу. По водным видам спорта они тоже есть. Водные виды спорта находятся по пирсу, если вы проходите правому до конца. Там будут банан, водные мотоциклы, лодки, еще что-то там есть. Вот по этому пирсу правее. Уточнила я по а-ля карт ресторанам. Они бесплатные. Всего три ресторана. Вот около бассейна обслуживание какое-то есть. Вот мальчики на роликах. На пляже обслуживания нет, поэтому берете сами все в баре. Может быть, в дальнейшем они и что-то улучшат, добавят. И будет обслуживание и на пляже. Везде по территории чайки. И они так ночью, кстати, кричат, что иногда это прям слышно-слышно. Здесь вот заработал фудкорт. Здесь можно взять воду. Айран. Здесь, видимо, бургеры. Бургеры, да? Территория такая зеленая. В плане вот везде трава. Газончики зеленые. И так оно все красиво смотрится. Горы. Высокие деревья. Зеленые газоны. Очень симпатично прям. Здесь кафе. Чуть поближе подойду. Мороженое. И выпечка, закуски. Булочки. Кофе. Тут печенье в основном. Десерты, яблоки. Вода, чай, кофе. Какой и такой? Пять видов мороженого. Сейчас покажу мероприятия, какие будут проходить сегодня. Каждый день можно посмотреть информацию, когда будет проходить и во сколько. Шоу или аэробика, зумба, пилатес. Тут очень много всего. Живая музыка. Вот, кстати, программа. Свечивает немножко. Ну, вот ближайшие. Это 10-го, 0-5-го. А, Савичева уже выступала. 0-1-го, 0-6-го. Иракли. И дальше и Клава Кока. И 5-star family. Али Власова. Ну, опять Савичева повторяется. Ну, в принципе, артисты. Это тоже достаточно неплохо. Концерты у них хорошие. Так, это детский клуб. Мини дисков 20-45. Будет в определенные часы. Но сейчас не буду заходить. Чуть позже зайду. Здесь доктор. Игровой клуб. Детский аквапар. Достаточно большой. Зона с изгонами. Игровой мини-клуб. Бильярд. Два стола. Дартс. Здесь магазинчики. Вот доктор. Прям целая мини-больница. Парикмахерская. Магазины. Все новое, свежее. СПА. Здесь можно на бассейн получить полотенце. За целый день сегодня нашего пребывания на пляже. Ну, в принципе, раза 3-4, наверное, убирали. Прям проходили мальчики с пакетами. И убирали весь мусор. На пирс. Вот по этим дорожкам. Из бара проезжает мальчик на роликах. Развозит пиво. Ну, вот один раз я его видела. И потом второй раз он просто проехал. Заказы принимал. Ну, если вы на лежаках, конечно, быстрее будет пройти в бар. Я имею в виду на самом пляже, не на пирсе. Пройти в бар и взять себе самим. Потому что сервис тут непонятно, как пока работает. Может быть, все это они улучшат. И будет в дальнейшем все хорошо. Но пока все нарабатывается. Еще зона бассейнов. Три бассейна, получается, в длину. Вот пляжи. Они прям расположены в длину. И детский бассейн. Прям он Детский мини-клуб. Детский туалет. С детьми здесь занимаются. Игры, рисунки, развлечения. Тут как зонированы полукругом комнатки отдельные. И для разных возрастов дети могут поиграть. Для детей также есть детские качели. Домики, вот горки небольшие. В основном все корпуса двухэтажные. Но вот ближе к бассейну есть трехэтажный корпус. Релакс-бассейн. С одной стороны тут не слышно. Ну, или слышно, но немножко. Музыку. Более спокойный. И с другой стороны. Где аквапарк. Здесь еще один бассейн. Атмосфера очень приятная. Мы пришли. Номер наш не убрали. Мини-бар не пополнили. Хотя нас не было целый день. На улице тоже везде все. Все мусорники, что были со вчерашнего дня, они все полные. Ну, может быть, еще у них нехватка персонала. Набирают. Не могу по этому поводу ничего сказать. Коллеги меня все спрашивают. Вика, как там отель? Все ли хорошо? Ну, вот все нюансы озвучиваю. Какие на данный момент. Еще такой странный момент с зарядкой. Всю ночь я заряжала телефон. И в результате с утра он у меня был полностью разряжен. Оказывается, что если я выключаю свет, то и зарядка у меня не работает. Поэтому вот такие нововведения какие-то. Все. Деньги. Мясо на гриле, рыба. Колька кальмара. Макароны. Нагицы, картошка. Здесь диетический стол. Рыба в соли. Видите, какая оригинальная подача. Яйца, шкарлупа. Рыба на вкус. Ага. Вот, это рыба. Пицца, пицца, овощи. Здесь уже вот работает бар. Мясо, овощи. Рис. Здесь овощи. Мясо, курицы. Рыба на пару. Ну, и все. Ну, они по количеству людей, конечно, заполняемость будет больше. Сейчас, наверное, отель заполнен в процентах на 50-60. Может быть, даже чуть больше. Но они уже не успевают. То есть, что будет дальше? Ну, скорее всего, и персонала будет набирать больше. Потому что так они не справятся, если будет стопроцентная загружка. И еще есть зоны, которые просто пустые. То есть, они как раз будут накрываться, когда будет больше людей. Вот два вида супа. Такой у нас чечевичный и рыбный суп. В лобби-баре, кстати, очень хорошие напитки. Все импортные. Самый лучший алкоголь по ассортименту в лобби-баре. Вечерняя анимация проходит в 21.30. И потом диджей играет на пляже. Пул-бар. Работает до 12 ночи. И уже бар, который работает допоздна. Правда, не знаю, круглосуточный или до двух. Это на ресепшене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спортивные анимационные программы. Здесь также, где футборд бургеры, делают и гезлимэ. Тоже она в определенные часы приходит. Ну, самая большая проблема, если честно, в этом отеле, это сервис. Ну, я думаю, что все это наработается. Вот третий день мы здесь. На завтрак никто не подходит. То есть делайте, наливайте, берите все, что хотите сами. На бассейне вот они на роликах еще как-то развозят что-то. Ну, в основном все люди сами подходят в бар и берут себе напитки и уже заказывают сами. На пляже то же самое. Ну, вот вчера проходили, убирали. Просто убирали мусор. Ну, соответственно, никто ничего не приносил. Тоже мы ходили сами. Дорожки, где мы живем, в домиках. Они вообще не подметались, наверное, со дня открытия. То есть вот здесь еще зона, где бассейны, более-менее все чисто. Там, где домики, там прям ситуация не очень. Ну, так как отель работает только месяц-полтора, тут надежды на лучшее, конечно, что лучшее впереди. Только так. А так отель, честно, мне понравился. Вот мне понравилась территория, что все не загромождено. То есть вот бассейны все в зоне так сделаны, что вокруг бассейна еще много, посмотрите, сколько места, где можно просто прогуляться, походить. Большая зона. Единственное, что далековато, конечно, от вот этой всей центральной зоны и бассейна, допустим, первой линии бунгальных этих домиков. Ну, опять же, ну, три минуты мы прошли, не больше. Поэтому, в принципе, все комфортно и удобно. Ну, я думаю, что у этого отеля хорошее будущее, просто они должны все быстрыми темпами улучшать, потому что туристы один-два раза остались недовольны, все, потом они уже начинают этот отель такой, этот отель с такой. Ну, если бы не сервис, и вот не уборка, у нас не убирали вообще мини-бар, не пополняли за эти дни абсолютно никак. То есть, ну, вот у нас какая-то вода там была, и я с территории брала в номер. Все, нужно было, каждый раз нужно было звонить, что-то говорить, но я уже не делала этого. Единственный момент, что я позвонила, нам продлили номер до 2.30, ну, и то, потому что мы партнеры отеля Сила. А так, ну, как бы, может быть, на час и продляют, если у вас поздний выезд, или 15 долларов в час. То есть, вы можете продлить при наличии номеров, и стоит 15 долларов в час. Мне продлили бесплатно на 2,5 часа. Ну, и то, спасибо. А так, посмотрите, как классно. Это релакс-зона. Я ее уже показывала. Молодежи много. В основном, конечно, одна молодежь. Ну, такая была реклама на этот отель, что это премиальный уровень, поэтому, соответственно, все, кто отдыхали в хороших отелях, они и из-за цены, ну, и, соответственно, из-за ожидаемого качества отеля многие этот отель забронировали. Но кто забронировал прямо в начале, они немножко были в таком маленьком шоке от того, что, в принципе, он открылся абсолютно сырой. Но сейчас уже все постепенно-постепенно улучшают. Без лиме. Без лиме. Обед. Также на улице жарят картошка, макароны, гриль. Все штучки, два вида супа, хлебобулочные, ничего в подробностях уже снимать не буду. Просто хотя бы покажу, где что. И вот столы на обед. На обед столы накрывают в меньшем количестве ассортименту. Сладости, десерты. Здесь кондиционеры хорошо. Овощи. Закуски. Здесь работает бар. Теннисный корт. Два баскетбольных кольца. Карта отеля. Вот мы около входа. Бунгало. С 69 по 75 идут семейные номера. Потом корпус релакс 82, 83, 84. Аквапарк мини-клуб. Три бассейна. И уже зона пляжа. Прям с видом на море ресторанчик а-ля карт. Рестораны бесплатные. Нужно только предварительно записываться. Симпатичные. Тут хорошо видно. Прям три пирса. Сегодня что-то на пляж приплыл какой-то мусор. Видимо корабли поскидывали. У нас такая небольшая бухта сюда немножко нанесло. Но все равно купались. Погода теплая. Градусов 35, наверное, точно. Так что вот так. Для бронирования этого отеля вы мне можете писать, звонить. С радостью отвечу вам на какие-то вопросы. Расскажу все нюансы. Бронируем мы из любого города России. И там, где есть вылеты на Анталийское побережье. И не только прямые. Также с пересадками. Или просто можем забронировать отдельно билеты, отдельно отель. Поэтому с радостью вас отправим в отпуск вашей мечты. Продолжение следует. Продолжение следует...